Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это продолжение нашей карьеры за Зенит. Итак, сразу же вам в начале объявления. Если вы хотите видеть в каждом ролике в карьере за Зенит по 3 матча, обязательно поставьте под этим видеороликом лайк. Если мы набираем 15 лайков, то в следующем выпуске вы увидите целых 3 игры. Но под предыдущим роликом вы не собрали 15 лайков, поэтому сегодня у нас 2 игры против Тамбова домашней и домашняя против Баварии в Лиге Чемпионов. Также хотелось бы вам напомнить, обязательно подпишитесь на канал и поставьте на колокольчик, потому что вроде как ролики у меня смотрят люди, но когда я провожу прямые трансляции по выходным, никто на них практически не приходит, так что не надо так делать. Обязательно поставьте на колокольчик и приходите на наши стримы, которые проходят у нас по выходным. Также я бы хотел сейчас из профессионала перейти в лучшего игрока. Я в сложности игры буду на ней чаще играть, чтобы улучшать свою игру. И сейчас у нас матч против Тамбова. Давно не заходил я в состав на самом деле. 82. Ну это прям сильно грустно как-то. Из-за чего здесь Аздоев. Так, сейчас я немножко разберусь и вернемся мы. Ну что же, ребят, вот так вот я немножко здесь посмотрел, кто как тут играет на самом деле. Даже кругового, наверное, выпущего вместо Дугласа Сантоса. Потому что у нас, видите, очень много игроков, которые сильно устают. Даже Ракитского буду ротировать, чтобы с Баварией они были в лучшей форме. Ловрана даже, наверное, могу сильно там упадет. Нет, 74 так и остается. Нет, все. Тогда вот таким составом мы сыграем. Не знаю. Вот Аздоева еще можно сюда поставить. Вот. Так, 76. Ну нет. Лунев там. Кстати, вместо Лунева тоже можно Киржакова поставить. Устают у нас здесь абсолютно практически все. Сейчас я увидел. Регонев, хотя и сейчас нет его в составе, но почему бы и нет. Почему бы его не выпустить. Давайте на Киржакова я еще и капитанскую повязку повешу. Потому что вроде как другие здесь рейтинг нам не дают. Поэтому почему бы и не Киржакову. Вот такой у нас состав на матч против Тамбова. Мне надо, чтобы в лучшей форме у меня были футболисты. Как раз на игру против Баварии в Лиге Чемпионов. Сейчас еще на лучшем игроке будем играть. Тяжелее будет. Состав Тамбова я не посмотрел. Играют в два нападающих с пятью защитниками. Рыжиков у них на воротах. Интересный, конечно, у них состав. Полузащита так себе. Можно через пытаться фланги проходить. В центре поля. Так что Ригони и Дрюси сегодня много, наверное, поработают. Ну и Дрюси, скорее всего, я заменю на Мостового во втором тайме. Чтобы Дрюси у меня вышел в старте против Баварии. Вроде он там не сильно так устает. Потому что я его часто меняю. Поэтому Зенит-Тамбов. Поехали. Итак, матч чемпионата России. Зенит против Тамбова. Небольшая такая разминка, можно сказать, перед матчем в Лиге Чемпионов с Баварией. Будет у нас, ну это самый, вроде как, серьезный соперник на групповой стадии. Поэтому должны хорошие игру все-таки тоже показать против них. Ну и в нападении мы сразу пойдем против Тамбова. Ригони. Подача. И Шамуродов забивает. Вот это хорошо сейчас. А, 65-ая минута. Элдор Шамуродов забивает первый гол в чемпионате России за Зенит. Первый гол был в кубке. Но сейчас замечательно. Чао здесь нашел для сквозной передачи Ригони. Тут касание и все. И даже Рыжиков потащить не смог. Поэтому пока что на спокойном темпе. Сейчас буду даже, уйду в нейтралитет. Просто покатаем мячик. Может что-то да и получится. Шамуродов не дали ему продолжить. И все, минимальная победа на Тамбовом. Я на самом деле доволен. Доволен. Что получилось забить. Таким составом. Вот. Дал зато отдохнуть. То есть тренерское решение себя оправдало. Не пришлось выпускать ключевых игроков из стартового состава. Вот. Поэтому у нас пока что 5 побед. Мы единственная команда, которая 5 матч подряд выигрывает. С 0 в графе пропущены мячи. 8 мячей мы забили. 0 пропустили. Все замечательно. Ну а сейчас у нас игра против Баварии. Лига чемпионов начинается. У нас здесь переговоры. Давайте посмотрим. Дрюзи хотят в Эвертон. Я отменяю эти все переговоры. Лунева хотят в Лестер Сити. Так. Это все? Или там еще кто-нибудь есть? Так. Ну здесь он переходит до нас. Адаевский. Так. Ну давайте. Так. Мы куда его там? Мы в аренду его на самом деле. Но у него контракт, как нам написали, заканчивается. Поэтому мне не сильно он будет и важен. Поэтому 300 тысяч евро. Я думаю, за него можно будет заплатить. Клубу, который он хочет забрать. Поэтому 300 тысяч мы, я думаю, договоримся. Ну и все. Сейчас мы собираем наш состав под матч уже с Баварией. Представляете, если я даже ставлю Караваева, то рейтинг команды падает. Команды Духамина. Тут немножко сейчас обидно было. Так. Ну вот Дулус Санса только доставлю. То не менялась. А теперь вот. Поменяли мы. Так. Ну аздоев, я не знаю. Не давайте вместо Ерохин. Да. Бариса я выпущу. Вот так вот. Вместо Регони Малкома. Азмун выходит. И Шамуродов. Садится. Длюба выйдет. Вот. Вот так вот мы пока что действуем. Не знаю, как это вообще будет смотреться, если вот так вот. 4-2-2-2. Я бы попробовал на самом деле. Хоть и рейтинги понизились у наших игроков. Но 4-4-2 бы. Можно как-нибудь это. Ну последний как бы здесь не 4-2-2-2, а 4-4-2. Немножко их вот так вот подниму. Вот. Бариса пониже, естественно. Аздоев здесь я оставлю. Вот. Давайте скамейку соберем быстренько. Ну, Ассорио Непрохин точно. Круговой. Хотя я сейчас не знаю. Здесь больше что устает, кстати. Давайте я Терентьева лучше возьму, нежели чем Кругового, потому что Карваев, скорее всего, быстрее устанет. Дреуси. Ерохина, если что, да. Орегоний. Чалов. Ну, придется брать Чалова, потому что у него хотя бы форма есть. Ну, настрой или что это, я не знаю. Вот. У Шамородова покажет стрелочку что-то вниз, хотя он забил. Поэтому вот таким составом мы выходим. Дюба с капитанской повязкой выведет Зенит на домашнюю встречу против Баварии. Все. Давайте посмотрим на состав команды, которая выиграла Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Гуэдыш, кстати, слева, Поец справа, я вижу новые трансферы, естественно. Так, Дэвис, кстати, на скамейке, Алаба 87-й. Даже Нубили не взяли на скамейке запасные, взяли Улериха. Вот. Буатенк у них. Вообще в резерве. Ну, Гнабри есть, Толесо, Белараби. Так что, хороший прям состав у Баварии. Будем, естественно, играть от обороны. Мне кажется, ничья сейчас будет для нас лучшим исходом. Стадион. Газпром-арена. Зенит против Баварии. Лига Чемпионов. Второй тур для нас. Играем. Ну, так получилось очень странно вообще, что и Бавария, и Зенит находились в реальной жизни в одной корзине. Но играют сейчас в одной группе. Это тоже какая-то недоработка. У Конами. Ой, ну, я себе... Ой, я Дуба-то еще и мяч оставил. Отлично, так как. Азмун. И Азмун. Стопроцентный момент сейчас запорол, а. И все. Матч заканчивается. У нас нулевая ничья против Баварии. Не так много голов. Сегодня было выпуск. Все лишь один. Но против такой команды, как Бавария. Нулевая ничья. Мне кажется, хороший результат. По владению у нас просто действительно переиграла Бавария. Мы не давали им сильно так атаковать. У них единственный был удар за матч. Что и у нас. Но мы там могли на самом деле забивать. Потому что там Ливандовский за штрафной пробивал. Но у нас здесь Азмун просто не реализовал свой единственный момент. Зюли лучший игрок в составе Баварии 7-0. Хотя у нас и Ловрен по 7-0. Аздуев 7-0. Бариус, правда, 4-5 что-то. Малком 4-5. Так что вот такие вот у нас результаты. Итак, в противоположном матче Марсель разошелся миром с Юн Бойсом также. С счетом 2-2. И сейчас мы даже обгоняем Баварию. Потому что мы 3-0 обыграли Юн Бойс. А не 2-0 Марсель, я так понимаю. Поэтому вот такие дела. Ну что ж, друзья. На этом мы и заканчиваем наш выпуск. Сейчас проведем здесь последние переговоры. По, наверное, нашему... Так, ну здесь Мусаева, кстати, полный трансер. Нет, ну Мусаева я бы не хотел бы отдавать сейчас на трансер. В аренду я бы без проблем отдал. Так, Кравцов. Что из себя представляет Кравцов? 63. Тоже нет. У него стоит аренда. Поэтому пусть лучше аренду, чем полный трансер. Адаевский. Вот Адаевский, да, хоть ему 17 лет, рейтинг 60, но я готов его на полный трансер отдать. Поэтому он проходит в Маритиму. Вот. И все. Остальные игроки у нас. Предложения не получили. Так что, друзья, если вы хотите в следующем выпуске увидеть 3 матча. Это против Рубина, это против Марселя, это против Сочи. Обязательно поставьте лайк. 15 лайков собираем. 3 матча я сыграю. Дугласантос, Аздоев, Дзюба. Еще кто-то там двое в команде месяца. Малком плюс 2. Азмун плюс 2. Прохин плюс 2. И Шмородов плюс 2. Вот супер. Прокачались наши игроки. Давайте посмотрим. Так. Индивидуальные титулы. И сборная месяца. Дзюба, Шамородов, Аздоев, Бариус, Дугласантос. То есть, получает 2-4-5 игроков из Зенита в сентябре. Попали в команду месяца. Это больше, чем любой другой клуб. Так что, все. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok